Скажи, мой странный друг И знание страшит, но манит и зовет Меня вдали маяк, пора бы, скажи, мой милый друг Где пища для души? Вот и сегодня, собственно, передачу эту я посвящаю ему Тому поэту, которого знают и не знают Мне очень жаль, что... Да, с вами я, Мария Карпинская Значит, я имею право вести эту передачу о Володе Потому что я его знаю очень много лет Мы расстались в 96-х, по-моему, 4-х годах А встретились мы, по-моему, в 87-м или 6-м году Я сейчас уже не помню То есть прошло много-много лет Вот, и я, наверное, единственный человек из всех Который прочитал И не просто прочитал, а изучал Я изучала всю поэзию Володи Аксиковского То есть вот я сейчас покажу Вот эти все... Вот эта папочка вся Это его стихи Которые просто не как песни, а как стихи находятся у меня И я их берегу И, честно говоря, вот с его песнями и с его стихами я жила Вот, и очень много лет назад, когда появились первые песни Я их слушала, и они, даже вставая утром Они как бы работали во мне И они меня обкатывали Вот они... Вот это животворящее его слово Этот звук Они во мне вот... Они меня и творили То есть я могу сказать, что Володины песни меня творили Ну и теперь вот почему именно я посвящаю И говорю об этом как-то грустно Вот пять вечеров Володе Аксиковскому Потому что вот как-то так странно складывается жизнь Значит, во времена, наверное, Марины Цветаевой Тоже она была неизвестна И ее не печатали И никто о ней, собственно, не знал Кроме ее друзей А вот сейчас прошли годы, да И мы все знаем Марину Цветаеву Там и многих-многих великих поэтов Вот не хотелось бы, чтобы... Чтобы после смерти опять начинали Значит, поднимать рейтинги Говорить, что великий поэт Что вот на этом опять делать деньги Это отвратительно Вот когда человек умер Потом кто-то начинает использовать его И говорить, что вот какой был поэт Вот хотелось бы, чтобы все-таки при жизни Поэтому у моей мечтой всегдашней было Обязательно вот как-то Если я встану Если я восстану, называется То вот и чтобы Владимир зазвучал Аксиковский Были такие времена Я сейчас с самого начала расскажу Когда я открыла концертный отдел При таком был гуманитарный фонд имени Пушкина И вот в этом концертном отделе Я работала сначала администратором Потом очень быстро выросла До директора концертного отдела Но вот вся беда в том Что творческий человек Творец как таковой Он не может одновременно делать две вещи Он не может быть одновременно потребителем И мыслителем производящим Да, или творцом Вот творец он и есть творец Это как, простите, с ветви дерева Производящие яблоки Они не могут быть корнями Иначе это дикость будет Корни берут из почвы питательные соки Да, из земли И они должны по стволу отправлять их в ветви И тогда расцветают цветы на ветвях И появляются плоды Вот в России сегодняшней произошла катастрофа Потому что как бы дерево усечено А это и есть древо жизни Корни под землей страшным образом Плодятся То есть вот те, которые взяли деньги И для которых только материальное является главным Вот А ствол, образно говоря, рассыпался Тот, который должен брать от корней Вот этот сок И давать его веткам И поэтому ветки оказались Кто где разбросанными и погибают И они Кто-то успел дать цветов И не дать плодов Кто-то, значит, вообще не дал И поэтому такое бесплодное Как бы двигалось Вот начиная, говорили, с 89-го года Когда началась вот эта революция или перестройка Вот думали, что это весна Думали, что это наступление какого-то нового времени А оказалось, что это бесплодная весна была Потому что все цветы, они были загублены То есть все морозом отморожены И вот один из таких, образно говоря, замороженных Великих поэтов Это действительно великий поэт Это Владимир Аксиковский Я сама тоже пишу стихи Вот я там вот позиционирую, что ему диктовала стихия Лилит Вот есть, наверное, женская сила и мужская энергия Очень просто для меня Почему я так думаю? Это очень любопытно Потому что вот я как женская сила У меня есть цикл стихов от Лилит Плач Лилит о потерянном звуке Ответ Адаму на призыв Значит, там встречи Это такой триптих И еще очень много разных стихов В которых все время просматривается Вот эта энергия или этот образ Лилит Который через меня Вводит моей рукой и пишутся стихи Вот и теперь я хочу сказать о стихах Вот толком почему-то По какой-то непонятной причине Хотя все очень просто Достаточно задуматься Значит, не понимают люди, зачем стихи Зачем их пишут поэты Вообще, зачем стихи Значит, какие бывают стихи Вот само слово стихи Говорит о том, что это уже слово Происходит от слова стихия Но мы прекрасно знаем Что весь этот наш мир, в котором мы живем Он состоит из четырех стихий Огонь, воздух, вода, земля Вот эти четыре стихии С помощью которых сотворен весь Земной шар и то, что вокруг него И то, что в нас И поэт В поэт переводе с греческого Или какого-то там, я не помню, означает пророк Это тот, который не просто пророк Да, он пишет про судьбу То есть он, собственно, владеет стихиями Вот этими И с помощью этих стихий Он выписывает или моделирует на самом деле Вот судьбу Но только у нас есть люди науки Которые тоже моделируют там будущее Пишут какие-то формулы И выписывают будущее Судьбу человечества Судьбу там земного шара Они делают это С таких материальных позиций Образно говоря, они творят Вот саму землю Но еще есть у земли воздух Или эфир Вот этот эфир Или вот это воздушное пространство В котором есть кислород Или нет кислорода Это делают поэты Вот допустим Песни Володи Аксиковского Это не просто песни Жизненный мой опыт Прослушивание огромного количества певцов Показал, что через его песни Нам идет некое новое пространство В котором хорошо дышится И в котором навеваются некие чувства Открываются в нас чувства Или память Какая-то прошлая память Которая возвращает нас В тот мир, в котором живет любовь И вот я снова хочу вернуться К началу Нашей встречи с Володей Смотрите, как все не случайно Вот эта система мистических Казалось бы Случайностей На самом деле не случайно Я уже зрела Начиная с раннего детства Я уже зрела к этой встрече Потому что Сначала работала педагогом Преподавала 14 предметов Потом мне этого показалось мало И вот когда начиналась эта перестройка В 1986 году Я вдруг по какой-то неведомой мне причине Помимо этого Создаю концертный отдел Казалось бы, зачем мне концертный отдел И начинаю заниматься певцами Бардами Теми авторами Которые сами пишут стихи И пишут музыку И вот они начинают Притягиваться на мой центр И я сижу И с утра до ночи Занимаюсь тем Что они приезжают Из разных городов Нашей страны Тогда еще СССР И я сижу И как доктор Прослушиваю их Вот И когда я прослушивала Я ведь измеряла Понятно Что, конечно Я слушала Каковы стихи То есть Насколько силен образ А не просто там У кого-то под подушкой Лежит сладкая ватрушка А насколько сильный Созданный образ В стихе И второе, конечно Я слушала Вот Я слушала кожей Потому что я не слушала Эту музыку Там все умом Я просто слушала Клетками тела И если Пробирала до дрожи Если заставляла Что-то всколыхиваться Что было во мне Внутри память Если открывала Какое-то пространство И ассоциативное мышление Значит Это тот поэт Если ничего не открывала То значит Вот это не поэт Так я отбирала Вот И поэтому Все вот вещи Которые написаны Образно говоря Попсовые Есть очень Есть стихи Которые очень просто написаны Но в них заложен Глубокий смысл А есть стихи Сложно Накрученные Навороченные Но Смысл в них Никакого То есть образ Не определен Он не выписан И я считаю Что образ поэзии Это как художник Кистью рисует То есть он может Просто Там взять Вот и сделать Абстрактное Нечто Кляксы наложить Там взять кисточкой Что-то намалевать Ну я может Не понимаю этого Вот А он может Нарисовать Некий силуэт А может А может очень четко Вырисовать образ И если Поэт Вырисовывает Очень четко Образ Тогда этот образ Оживает Он оживает Становится живым Существом Он вылетает Из стиха Вот как птица Как нечто Живое Субстанции Как мысли Форма Сейчас говорят Как мысли Образ И начинает Воздействовать На сознание И делает Человека Тем или иным Начинает Лепить его Вот Или превращать Его Можно с помощью Опять же Песни Образа Превратить Человека В полного Зверя В полное Быдло А можно С помощью Образа Вылепить Высокого Высокодуховного Умного Человека Красивый Образ Можно Сделать Мадонну А можно Сделать Проститутку Вот Здесь Вот Что может Поэзия На самом деле Мы можем Это не осознавать Но Дело в том Что она Как раз Как 25-й кадр Она действует На нас Неосознанно Изменяя Перераспределяя Внутри нас Стихии Воду Которая Находится Внутри нас Прах Или земля Из которой Мы состоим Воздух Который Находится В нашем Межклеточном Пространстве И огонь Который Спрятан Внутри Всего Этого Вот И поэтому Поэзия Она Обладает Разными Свойствами Она Может Исцелять Она Может Как хирург Вырезать Раковые Опухоли Она Может Открывать Вам Новый Мир Вот Что Такое Поэзия И вот Сегодня Как никогда Когда вся Страна Больна Вот Вчера Был Мезенцев Мы Разговаривали Сегодня Как никогда Нужны Поэты И поэзия Но Поэты Нужны Новые Нужны Поэты Которые Одновременно Вот Если взять Володю Высоцкого То это Поэт Такой Как Хирург Он Работал Острым Ножом И Очень Так Еще Смазывал Потом Безболезненно Отрезал У нас Какие-то Там Ненужные Места Да То есть И Вылепливал Лепил Людей Скульптор Такой Человеческих Душ Вот Вот Владимир Оксиковский Которому Я Вновь Возвращаюсь Из Которым Произошла Встреча Это Величайший Скульптор Каким Бы Он Небыл В жизни Как Человек Сам То есть Он Может Быть Весь Да Как Неважно Какой У него Может Характер Плохой Еще Человеческих Душ И Вот Среди Всех Всех Многочисленных Бардов Которые Приезжали Приходили Ко мне И которых Я слушала Вот у меня Как бы В моем Сердце Остались Их Несколько Я помню Вот Что Пришел Однажды Ко мне Мальчик Из Обнинска Молодой Мальчик Тогда уже Был Володя Оксиковский Андрей Савченко И Вот Он Пришел И что-то Там Какие-то У него Были стихи Такие Я не помню Сейчас Но вдруг Среди всех Этих Стихов Он прочитал Одно И я На всю жизнь Его запомнила Я подберу Любимый цвет Из всех цветов Что есть На свете Быть может Белый Белый Нет На нем Мой Ангел Неприметен И вот Когда он Прочитал Эти строчки Я поняла Что вот Из этого Парня Получится Поэт И я знаю Что он потом написал Много очень Хороших песен Поет сам Прекрасно Только вот Потерян он В моей жизни Был еще такой Александр Брунцеховой Который Пел таким же голосом Как у Галича И вот Очень интеллигентный Очень Красивый Большой Человек Который Закончил Театральный институт И Такой он Был Где-то цинично Где-то ужасно Добрый Вот Я помню Его слова Ложится снег Он не боится смерти Ему совсем не страшно Умереть Он хочет мир Собою обогреть Так вот И Володя Со своими стихами Многочисленными И двумя поэмами Которые у меня есть И вот когда У меня на кухне На Варшавском шоссе В Чертаново Собирались Эти разные барды Поэты Какой-то был Последний декадент Как сейчас я помню И они вот читали стихи И пели Я помню Что я Дышать боялась То есть я замирала Я слушала это С замиранием сердца И гости Которые у нас были И слушали Я запрещала им Просто даже Вот Нельзя было Не есть В это время Вот и налитый чай Остывал В чашках Никто не пил Потому что все Внимали Не просто слушали А внимали Вот И вот Вот эти песни Они давали Нечто душе Это был Такой корм Для души духовной Это была пища духовная И даже сейчас Когда я включаю Володины песни Я понимаю Что вот Произошел страшный разрыв Мы все упали в бездну В пропасть Любовь умерла Что собственно В его песнях И стихах есть И перечитывая их Вновь и вновь На протяжении Уже своей жизни Сколько лет Я понимаю Насколько точен Ну не может так Человек Вот молодой человек Ну не может он Так знать о будущем Все понятно Что все идет по кругу Но это мы сами Создаем эти круги Но все-таки Не просто так все Дело в том Что стихи ему давались Очень легко Он писал их Без единой помарки Вот у меня тоже Бывают стихи Двух видов И поэтому да О стихах опять Одни стихи пишутся Как бы твои Вот они изнутри Там долго ты переживаешь Переживаешь что-то И вот Наконец вышел Один стих Как ребенок Да А бывает Когда вдруг Ты тоже наверное Переживаешь Осмысливаешь Думаешь Читаешь много И потом они Валом идут То есть ты как бы Попадаешь в некий Информационный канал Из которого тебе Некто начинает Это диктовать Вот с Володиными стихами Я абсолютно точно Вот знаю Что ему данные стихи Были надиктованы сверху Человек порой сам Не дорастает До своих стихов Мало того Он их Отстает От этих образов Которые созданы С помощью его поэзии Люди слушают Они еще дополняют Это все Образы оживают А человек сам Он пишет стихи Но собственного Его развития Оно затормаживается Если он То есть он Он недопонимает Что это и есть Его собственные образы Потом проходит Какое-то время Очень трудно Принять себя Как один мой знакомый Сказал Легко сотворить Мир на бумаге Но гораздо труднее Хотя бы день Прожить сотворенным Очень трудно Соответствовать Тем образом Которые Которые ты создаешь Как поэт Или как писатель Вот И Образы Володи Это многочисленные образы Это Образы конечно же Из Вечного Из чего-то Из вечного источника Я вот сейчас хочу Включить Включить Володины Песни Чтобы вы послушали Просто как она продолжается Значит вот первая Песня называлась Свадьба со смертью Его поэзии Его образы Его слова Настолько глубокомысленные В них столько Смыслов огромных И в то же время Они все Вот эти смыслы Тексты Подтексты Сливаются в один Мощный образ Просто мощнейший Который Очень Правду говорит Который Вот я могу сказать Что Владимир Из тех поэтов Который В стихах Ну ни разу Не соврал Там нет лжи То есть Вот его стихи Есть правда Истинная Вот я включу И мы вместе Послушаем Что там дальше Будет продолжаться На каком-то месте Остановлю Будем говорить дальше И нахлынув И стрельбы У охотника Свой путь И его не обмануть И не слышит он Давно Моей мольвы Притаилась за окном В небе черном и ночном Звездными движениями играя На стене висят часы Необычной красоты Ангел Отгоняйчик От рая Вот смотрите На стене висят часы Необычной красоты Ангел Отгоняющий От рая То есть получается Что только вот сегодня Когда Очень большое количество людей Вот сможет понять Эту песню Представьте Как 10-15 лет назад Ее могли понять Ее просто Невозможно было осознать Потому что мы Начинаем понимать Осознавать Только тогда Когда с нами Что-то случилось И вот Когда мы прошли Такой тяжелый путь За эти 10-15 лет Очень многие люди Не будем скрывать Давайте будем честны Просто я вот честна Перед всеми Многие скрывают Но все рванулись Начиная с 87-го года За некой надеждой За этой весной И все думали Что вот-вот она наступит Неважно кто в чем Кто хотел в плане денег И чего-то там такое получить Кто-то в области религии Кто-то Ну от самого низкого Стать очень богатым До самого высокого Летать Перейти в другой мир И ничего не случилось И надежды всех людей Всех Были обмануты Вот И вот это ангел Отгоняющий от рая Вот мы все Как наивные дети Раскрыв глаза широко Кто Зачем Рванулись В это новое время И получили Образно говоря Вот ангел Стоит на И он На стене висят часы И вот эти часы Нас просто отбросили назад И мы все Почему во всей России Сегодня Нет улыбки Настоящей Нет той Настоящей Есть хохот Как высшая форма ужаса Как Володя сказал Что смех Это высшая форма ужаса Вот его полно сегодня Смеха А улыбки нет Это говорит о том Что вот Мы все разочарованы Все абсолютно Мы все обожжены И Володя об этом знал И он уже писал об этом Что же будет с нами Я хочу успеть Не только дать послушать его музыку Но и прочитать ряд стихов Чтобы было понятно Что вот я все это читала 15 лет назад А вы представляете Как мне тяжело Я вот все это читала И осознавала Что что-то грядет Да То есть я это чувствовала Но я не хотела Это признавать тоже Не хотела Читая эти стихи Володи И вот Я несла эти знания Когда в поисках Бога В поисках высшей истины В поисках добра Справедливости И так далее Я пошла по этой земле И прошла Индию И была там В Сибири у Иссариона И рядом с Мегре была Когда рождалась Анастасия И вот мне все время хотелось Боже, ну вот оно Ну вот оно Может здесь родиться Может вот здесь родиться И каждый раз я думала Ну вот Мне-то нужно подняться Я хочу подняться До такой степени Уже вот Для того, чтобы помочь И показать людям Смотрите Послушайте Послушайте Какие стихи Посмотрите Посмотрите Как он отпоет Но, к сожалению Вот Я хотела это Всей России показать К сожалению Этого не случилось Открыть поэзию Которая надиктована Владимиру Мне так и не удалось Миру Вот сейчас появляется Малейшая возможность И я хочу ее использовать Давайте с вами Послушаем дальше Песню Следующую Время долго терпело Убегали года Сколько дней улетел В пустоту никуда Ни о чем не жалей Я по жизни иду Я живу, как умею Сам себе на беду Я как камень обкат Я как дым небесом Ревыкаю к утратам То ли жизнь, то ли сон И проносимся мимо Лишь касаясь меня Это звездное криво Золотого коня Время маленький малых Он играет, а ты спишь Ты уходишь Он ждет ответ Ты зашел А его уже нет Написать бы на небе Начертить на земле Да поклясться на хлебе И на чистой воде Жизнь последняя спичка А вокруг темнота Кто зажег под привычки Кто сберег для костра Ледяное безмолвое Окружает всех о нас И забиться на кровью Каждый день, каждый час Сколько дней улетела В пустоту в никуда И зажглась моя спичка Последний удар Время маленький малыш Он играет, а ты спишь Ты уходишь Он ждет ответ Ты зашел А его уже нет Время маленький малыш Он играет, а ты спишь Время маленький малыш Время маленький малыш Разве не так мы живем Разве не Не улетают наши дни В никуда В пустоту Разве не происходит так в жизни Что мы ожидаем одного Приходит совсем другое Что мы уже подошли к цели Но она становится нам не нужна Вот В каждой строчке этой песни Столько смысла Этот путь мне ладонью отмечен На высоком обрыве Распутие времен Каждый чем-то своим Обьянен и пленен Только ради чего В эту бездну плюем Чтоб проверить Как скажется в будущем Может быть Но ведь с прошлого Нечего взять А поверить Не сверить Понять Не принять Чем же только вот душу Скажите унять Человеком Пока что я буду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok